Девушки отдыхают Девушки отдыхают Сейчас будет объявлена посадка... В больницу начали поступать пациенты с явным признакомом облучения. Девками моими ничего не случилось. Гровь, кровь захватите. Ветер, рука. Слава Богу, доллар мы нашли. Обязательно позвоню сразу после 20-го числа. Так, ребятки, с буквами поаккуратнее. За это все хозяйство, между прочим, я отвечаю. Давайте. Принимай, принимай. Давай, давай, давай. Ну, аккуратнее же, ну, с тряпочкой, ну, я же сказал. Ну, она нам еще на будущий год пригодится. Вот так. Давай. И, ребята, чтобы к обеду все это было готово. Марина Петровна, Марина Петровна, это кто же нас на дисциплину пуриканит? Это президент Украина. Слушайте меня внимательно. Кто же может попасть в список тем, которые будут предложены вам для сочинения? Аля, Широкова, я тоже очень люблю весенний Киев, но сейчас мы говорим о предстоящих экзаменах. Извините, Нина Афанасьевна, но я все равно выберу другую тему для своего сочинения. Вот как. Ну, это, конечно, твое право, мне просто интересно, почему. Мне кажется, что все эти истории о смертельно влюбленных Желтковых, бедных Лизах, это просто красивые сказочки. И ничего общего с реальной жизнью они не имеют. Так что, извините, Нина Афанасьевна, я как-то не могу относиться к этому серьезно. Ой-ой-ой, какие мы умные. Увянь, Зяба. Зябликов, помолчи. Мне очень жаль, Аля, что именно ты так думаешь. Издревле мировая литература, а особенно русская классика, придавала очень большое значение теме жертвенности любви. Да, да, Аля. Начиная со слова о полку Игоря. Спокойно, никто никуда не встает. Сидите. Что у нас завтра, суббота? Да, жаль, что у вас нет завтра моего урока. Но ничего, мы обязательно продолжим этот разговор в понедельник. А сейчас, до свидания. А чего, Широкова правильно говорит. Он у нас, Жон Леннон, влюблена в артиста Тихонова. Так что, теперь спички глотай. Зяба. Что? Вы скажи, я ее трогала? Я ее трогала? Я хоть слово ей сказала? Кадацкий, ну-ка, подсюда и в космос тыкули. Что, отставить? Пошли, хоронить будем. Ты-то сочинение напишешь, но мне как сдавать. Не волнуйся, я за тебя напишу, а Афанасьевна наверняка опять директрисе посла. Ладно, пока. Алло, ты что тормозишь с варенком? Будешь брать или их Оксанке отдай? А-а-а! Галка не отдавай. Мне совсем немного не хватает, я сегодня же деда или Марьянку напрягу. Посмотри, а то Ксюха уже мерила. Да быстрее, девушка, они мне почему-то лежат. Ну да, в помощи. Муж шим сдик. Ой, прядь, стекликс. Да, сладенька. Дедушка, у тебя бабки есть? Чего? Какие бабки, что случилось? Я говорю, я говорю, деньги у тебя свои есть? Это на что же? Мне галка джинсы предлагает, вареная. А у меня тети Мити не хватает. А школьник хватает? А ты Марьянку не спрашивала? У нее же финансы наши все. Ой, да ну ее жмотину. Погодь, что скажу-то тебе? Ну? Аккуратно, перед тобой отец звонит. Папка! Ну? Вы что ж ты молчал? А ты разве наш слов ставит? В союзе уже! Отвоевался наш соколик! Прилетел! А когда домой? Ну, обещал после Дня Победы явиться. Отпуск ему посулили, ну, а раньше свидать не получится. А еще две недели ждать. Ну, тут девки поспоришь, дело-то военное. Ты хоть сегодня бы посидела дома? Он может опять звонить будет. Что я ему скажу? Ее. Марьянка, когда придет? Так уже должна прискакать не с поликлиники-то. Ты ее подождешь или обедать будешь? Я подожду, дедуль. Ну ладно. Рикки, моя девочка, ты меня ждешь. Ну чего? Скоро папка приедет. Опять без хлеба ешь. Я вот что придумала. Может, на выходные к тете Наде поедем? В Припять? Что скажешь, Алифтин? Чего я там не видела? Как приедем, ты сразу к своему Игорьку убежишь. А мне что делать? К тете Наде. Ага. Уже поженились бы вы скорее, что ли? Ну, это не твое дело. Ну, я бы тебе порулить дала, а, Алька. А в школу завтраки Моза такая вредина. А, да поезжай ты, Алька. Ну, проветрись, а что? Ну, что ж тебе Марьянка справку что-то не напишет? Ну, подумаешь, один день пропустишь, тебя прям сразу вычеркнут из пятерочницы. Папа! Ой. Алло. Алька, это я. Папа, да. Я приехал. Да, дедуля уже сказала, почему так долго? Как в школе? Тебя еще не выгнали? В школе? Да нет, все тип-топ. А как насчет института? Конечно, буду поступать. Слушай, пап, ну тут варенки предлагают, а Марьянка денег зажимает. Какие варенки? Как какие варенки? Ну, штаны по-ихнему, сваренные. Купим, купим. Хорошо, только ты скорее приезжай. А где Марьяна? Она дома? Здесь она. Сейчас, даю. Целую тебя, папочка. Давай, давай. Целую. Алло, пап. Привет. Здравствуй. Ну, видишь, я прилетел. Как не волновалась. Ну, слава богу, что все позади. Как у тебя дела? Да ничего, работаю. Молодец. Да, сейчас полегче стало. Еще одного эндокринолога дали. Как дед? Дедушка? Как у него давление? Да, вчера мерила. Все, в норме. Герой. Что ты, он у нас молодец. А мы тут думаем поехать на выходные к тете Наде. Вдвоем? Да, с Алькой. А Игорь там? Игорь? А при чем он здесь, Игорь? Нет. Ну, конечно. Конечно, Игорь здесь непричем. Хорошо, папуль, сейчас передам. Все, целую. Пока-пока. Алло. Алло. Благодарю тебя. Аль, не трогай зеркало. Сколько говорить можешь? Думаешь, я не знаю, что ты скажешь своему Игорьку? Ах, я так не хотела ехать. Это моя неразумная левтина меня надоумила. И совсем не похожа. Зато, когда папа приедет, я расскажу, что ты его сигареты курила. Не ври, я пацанам их таскала. Нет, курила. А зато ты, зато ты ноги бреешь, вот. Ну и дура. Сама ты, Аля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Моя сестра-нка ноги влевит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо О, так у вас же бронепровод отошел Ну вот видишь, Марьяна, я же тебе говорила, что все дело в этом... В бронепроводе Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам большое, а вы не подскажете на Припять, как лучше проехать, там говорят объездная есть... Это вам через Чернобыль надо, как раз мимо станции... Ну спасибо вам, старший лейтенант Стригунок! Мы вас никогда не забудем! Всегда пожалуйста, обращайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что вытворяешь, дрянь такая? Ты где этого понахваталась? А я... я... не понимаю, о чем ты говоришь? Субтитры создавал DimaTorzok Капризнич, ну пожалуйста! Вот теперь уже точно придется здесь ночевать Нет, ну надо же, почти доехали! Ты хоть помнишь, какой провод этот Стригунок трогал? Вообще-то я была уверена, что ты запомнила Алька, Рикки выпусти, пусть погуляют немного! Рикки! Рикки! Как тихо! Девушки отдыхают. Малька, машина! Ихит, парень! Бреньки! Господи, что это? Убрать! Убрать лиховушку! Я не умею! Она оставалась! Давай! Давай! Марьяна! Давай! 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 Стоп! Стоп! Хоро! Хоро! Поехали. Девушка! Поехали с нами! Девушка, бегу уже! Давай! Давай! Костян, боже мой! Я-24, ползотни пятый. Дайте открою посадки. Я-24, заходи ближе к воротам. Ветер, великолепно в 18 градусов. 20 метров в Якузе. Подморку разрешаю. Я и сам ещё толком не знаю, насколько здесь всё серьёзно. Дай Бог, чтобы тревога оказалась ложной. Борис, зачем они меня вызывают в Пиме? Не только тебя, Якутии чего твоего вызывают? Приказ у штаба округа. Чё они там такое придумали? Мне, между прочим, с 12-го числа отпуск обещали. Отгоните машину! Дальше проезжай! Будет, будет у тебя отпуск. Ладно, Николай, тебе как моему заместителю открою военную тайну. Ну, хотят вам в торжественной обстановке вручить боевые награды. Первомай на нас усмекаешь. Только и всего. А ты чего хотел? Покажут вас по телевизору, а то пусть дочери посмотрят на своего героического отца. Так, дочери мои, вот здесь, в Припяти, между прочим. У тётки двоих родных в гостях. Ага. Вон, а как. Ну, завтра к вечеру. Крайний срок послезавтра. Вместе и поедете. Да мне бы как-нибудь дать им знать, что я здесь. Нет, отпустить тебя не могу. У меня через полчаса совещание на сполкоме, и ты мне здесь нужен. А на чьем записку напиши. Почтового голубя я тебе организую. И адрес не забудь. Давай в штаб. Ну, вот ещё и дома никого нет. Да что ж нам так не везёт сегодня, а? Есть хочется. Я об этом даже думать не могу. Так голова болит. Ещё и тошнит. Токсикоз? С ума сошла? Ты откуда вообще такие вещи знаешь? В школе проходили. Ну, Алька. Марьян, ты что ли? И Алька с тобой. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, тётя Валь. Ну, как вы поживаете? Да. Сегодня почти всю ночь не спали. Чего? Да там на станции чё-то загорелось. А, да, мы видели. Ужасный взрыв. Нам пришлось машину бросить, еле добрались. Да вот в гости приехали, а дома нет никого. Мне ж Надежда ключей для вас оставила. Сейчас. Сейчас я приеду. Марьяна. Марьяна. Ты чего? Рядовой Державин в ваше распоряжение прибыл. Эх ты, Державин. Уж не потомок ли Гавриила Романовича? Поэту Державину не родственник? Никак нет. У меня деревня Державина называется, поэтому фамилия такая. Жаль. Вот. Передай по этому адресу. И скажи на словах ещё. Скажи, что... Что бы ждали? Есть. Разрешите выполнять? Выполняйте. Державин. О, жених приятный. Здорово. Только дверь придерживает у нас сквозняки тут. Слушай, этих... Марьяну, Псалька, куда подевал? Что, оставил там что-ли, в Припяти? Псалька, а Марьяна разве не в Киеве? Ну, разминулись выходит. Ну, ладно. Проходи. Пришлось добираться с попутками, объездными путями. С транспортом, чёрт, что творится? Нет, ну, если б я знал, что они ещё вчера из Киева уедут, я бы, конечно же, их дождался. Ну, а сам-то чего сорвался? Да ещё окружным путём. Я же вам говорил, Ирин Михайлович, у меня со вчерашнего дня преддипломный отпуск. Ах, отпуск. Ну, это другое дело. А чё, Марьянку не дождался? Она ж себе на встречу поехала. Видите ли, у меня вчера... ...возникли некоторые опасения. У нас на станции ночью произошёл пожар. Ну, что-то вроде небольшой аварии. Я... ...как вы, наверное, помните, мой отец по специальности физик-атомщик. Так вот, он мне рассказывал, что подобные прецеденты уже случались. Понимаете? Люди гибли. Люди. 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 Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Пася! 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 Ура! Сергей! Мария Николаевна? Ну, интенсивно. А вы почему здесь? Вы здоровы? Да, почему вы спрашиваете? А где Игорь? Как где? Он уехал? Куда? К вам, в Киев. У него же отпуск сегодняшний день. Да, я знаю, но мы договорились, что я сюда приеду. Странно. Он сказал, что ему нужно в Киев, потому что вы тяжело заболели. Я заболела? Да нет, здесь ошибка какая-то. Может, вы что-то не поняли друг друга? Вы знаете, наверное, это я перепутал. Вы простите меня, пожалуйста. Просто видите, что творится. Вообще много работы. Мне нужно идти просить. Я сейчас сестру предупрежу и приду помогать. С девками моими ничего не случилось? Да нет, что вы. А что ж ты? Не позвонил тогда? Я ж весь день при телефоне там. Да нет, я пытался вам звонить. Ну? Но связи не было. Представляете, во всем городе почему-то отключили международную связь. Да я бы сам никуда не поехал. Просто Серёжа сказал, что... Какой Серёжа? Да Серёжа мой коллега. Он сказал, что в больницу начали поступать пациенты с явным признаком облучения. И много? Чего? Ну, этих с признаками облучения. Да, много. Им приходится освобождать дополнительные палаты. Персонал просто с ног сбился. Что-то зябками стало. Говорил Михайлович, я бы не хотел, чтобы вы меня неверно поняли. Я только закончил институт, у меня совсем нет опыта. Не думал, что я был бы им чем-то полезен. И потом, у меня совсем другая специализация. Я педиатр. Я должен лечить детей. А этот Серёжа, который он, чё, врач тоже? Да. Гинеколог. Гинеколог. А ты, значит, в отпуске. Гинеколог. Гинеколог. Вы, наверное, меня осуждаете. Я тебя сейчас... ...с щами суточинами кормить буду. Проголодался, небось, от больных-то, Беговича. Я ж сказал, что сквозняк. Деда, Дедочка, пока меня не будет, Грешка, скажи. Чтобы мопед не трогал. Слышишь? Слышишь? Это ведь угробит машину с сервец. Васяка, ровненький. Таечка, ты не надо тебе, не надо тебе тут со мной, не надо. Ты это, ты, ребёночка, береги. Я уберегу, я уберегусь, потому что ты себя не бережёшь, Вася. А чего ты в Москву? Может быть, ты дома бы отлежался. Ничего. Хорошо, я в столицу побываю, тогда ещё. Случай будет. Грешка, спасибо вам. Поехали. Доктор, здесь человек уклокен. Сейчас. Сейчас, сейчас. Это от моего папы. Сейчас. Сейчас. Сейчас, товарищ майор просил еще передать, чтобы дождались. Все. Стой! Куда ты пошел? Я тебя отпускала? Не понял. Ты сегодня обедал? Нет, не успел еще. Ну, это хорошо. Это моя сестра в больницу ускакала, а я одна есть не могу. Так что пойдем. Ну, я тоже не могу. Меня в части прибьют. Кто? Мой папа? Я-то сержант. Слушай, мой папа, он поважнее любого сержанта. Так что пойдем. У меня торт есть. А ты бери еще. Не стесняйся. Нет. Спасибо. Сестра не останется. Да останется ей. Смешная ты. А кто с тобой в Киеве еще живет? Дедушка. А мама? Мама умерла давно уже. Прости, я не знал. Да ничего, это давно было, я ее не помню даже. Вот. Часы от нее остались. Может, еще чаю? Не-не-не, спасибо. Сережа, сейчас посуду помою и пойду. Посуду он помоет? Этого еще не хватало, я и сама ее вымою. Ты правда какой-то странный. Сядь! Ну почему странный? Просто я не городской. Не городской, может ты там у себя чем-то увлекался? Ну, есть у тебя какие-нибудь пристрастия? Я не знаю. А может ты живописью интересуешься? Или театром? У нас в поселке не было никогда театра, только клуб. А, музыка! Тебе нравится современная музыка? Modern Talking, Duran Duran или наша группа кино, например. У вас в клубе. Крутили Цоя. Ну, слышал. Эх ты, слышал. Сейчас от них вся современная молодежь тащится. Знать надо! Сейчас, слушай. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно. И мне кидайте свои пальчики, да. Подождите свои пальчики, да. Я ещё Conservан все на месте. Я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле. Я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле. Ну что, тебе понравилось? Понравилось. Ну, вообще-то я и классическую музыку люблю. Дедушка рассказывал, что когда мама пела песню Сольвик, я плакала всегда. Смешно, да? Ну, почему смешно? Грек — великий композитор. А ты знаешь музыку Григо? Сограй. Дай. Сейчас. Дай. Ага. Дай. 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 Это было красиво. Я, наверное, такой дурой выгляжу, да? Ну, почему? Нет. Ты правда на меня не обиделся, нет? Да нет. Тогда сыграю еще что-нибудь. Нет. Слушай, правда, я... Я правда пойду. Спасибо. Спасибо. Подожди, я тебя провожу! А ты где научился так хорошо играть? Ну, учительница со мной занималась, Лея Михайловна. В школе? Нет, в детском доме. В каком детском доме? В обычном детском доме, я же подкидываю. Ну, и что? Ничего. Значит, у тебя никого нет? Почему нет? Есть. Я же там не один был. У меня друзья есть. Я понимаю. А ты... Ты приходи завтра к нам. Если хочешь, конечно. Ну... Меня не отпустят? А ты моему папе скажи. А с папой обязательно отпустят. Что я ему скажу? Что, вас совсем никогда не отпускают? Нет, отпускают там... К парню... Мамы один раз приехали с сестрой, его отпустили. А хочешь, я скажу, что я твоя сестра? Ну... Ну, у меня же нет никого. Ой, извини. А если бы, к примеру, приехала твоя невеста, тебя бы отпустили? Ты, что ли, невеста? А хоть бы я. Если хочешь, конечно. А что ты на меня так смотришь? Я так не могу шутить. А ты не шути! А тогда не поверят. Почему? Потому что... Почему не поверят? Нет, ты давай говори. Почему не поверят? Потому что... Почему? Потому что мы с тобой даже ни разу не целовались. А это... Это обязательно? Да, это обязательно, так положено. Что, слабо? Мне? Да. Вот и нет, пожалуйста. Ну что? И кому из нас слабо? Я просто не хочу, чтобы вот так. Вот как? Шутку. Ладно. Давай по правде. Совсем глупый. Я? Нет. Я отличница. Хорошо, если по правде. То мне всегда хотелось, чтобы у меня кто-нибудь был. Ну так и что же тогда? Я же серьёзно. Подожди, а ты не передумаешь? Что? Ну то, что мы сейчас говорили. Вот ещё что. Я что? На маленькую похожа, что ли? Подожди, ну тогда я о тебе заботиться буду? Заботиться обо мне будешь? Ну да. А если тебя не отпустят, как ты будешь обо мне заботиться? Ну тогда я думать о тебе буду. О! Думать она во мне об этом. Думать я о тебе буду. Можно? Можно. Можешь прямо сегодня начинать обо мне думать. Можешь прямо сейчас начинать обо мне думать. Это нас. Подожди, я с тобой хочу. Пошу. Всё, тебе дальше нельзя. И что же теперь, когда мы увидимся? Я приду. Я как только смогу сразу приду. Только, пожалуйста, не передумай, ладно? Я же обещала. Всё. Всё. Ой, подожди! Чего? А самое-то главное забыли? Чего? Поцеловаться. Нам теперь положено. Да. Нет, видишь? Уже как-то лучше, да? Да. Всё. Подожди! Зовут ли тебя как? Паша, Павел. А тебя? Алифтина. А только ты зови меня Алей. Хорошо. Всё. Всё. Пока. Павел. Аля! Алечка! Аля, это я, это Валя. Алечка. Алечка. Что случилось? Ах, Марьянка сейчас где? Марьяна в больнице. Там, говорят, пожарных пострадало много. Вот-вот. Ну, в общем, нету там сейчас никого. В Москву их всех отправили. А Марьянку зачем в Москву? Да что случилось-то, тётя Валь? Ну, в общем, кум мой приехал из Борисполя. Он отвозил туда, в аэропорт этих пострадавших всех. Ага. Ну, и рассказывает, что врачиха одна, не здешняя. Молоденькая. И зовут её как наша, Марьяна. А что? Возле самого самолёта возьми ту и дашься об землю. Упала что ли? Упала. И кровь из нос пошла. Почему кровь? Доразилась она. От этих вот, что со станции привезли. Ничего не понимаю. Чем заразилась-то? Атом в воздухе летает. И вот эта атомная болезнь всех сейчас подчистую косит. Господи. Чем-то? Чем-то? Кубак, я 24-песотни-пятый. Сознание выполнил. Садимся. Слышишь, товарищ майор? Ну? Ну-ка, послушай. Не грусти, винтокрылый мой друг, не грусти, Что красивые песни не нам посвящают. Я стихи тебе написать обещаю, Только ты мне винтами мотив. Насвистеть. А? Как? Терпимо. Ни хрена вы, товарищ майор, в поэзии не смыслите. Не нравится мне это. Да? Типа нормальные стихи? Кузя, стихи хорошие, я бы сказал, даже замечательные стихи. Мне вот это затишье не нравится. Не понимаю, почему приказано прекратить засыпку реактора. Ну, начальство-то виднее. Ты думаешь? А то. А вот и начальство. Не иначе, как модель сейчас раздавать будет. Слушай, ну ты гитарку убери, Погласилась, как балинина, на сцене. Да. Мне как-то, Николай. Мне только что звонили штаба. Наверху решается вопрос об эвакуации города. Здравствуйте. А я вас знаю. Вас ведь Аля зовут? Да. Али. Скажите, что случилось с моей сестрой? Вы простите, что я здесь. Просто устал. Рентген-кабинет сейчас, пожалуй, самое безопасное место в больнице. Что с моей сестрой? Да, да, да. С Марьяной. Николаевной. Понимаете, Аля, у нее вдруг обнаружились признаки лучевой болезни. Что это значит? Это очень опасно. Я думаю, что повода для беспокойства особого нет. Их контакты с больными были кратковременно. Сергей Алексеевич, включите радио. Крепит аварии на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Объявляется временная эвакуация. Внимание, внимание. Крепит аварии на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Мама, а мы сюда вернемся? Знаю, Зайки. Пока. Здравствуй. Догоняй, догоняй, догоняй. Дойдет автобус? Говорят, только на три дня. А может и праздники нам встретим? Хорошо, что я к курсовую успела дослать. Эвакуация. Неужели все так серьезно? Трудно сказать, но, сам понимаешь, в такой ситуации лучше перестраховаться. Нам на этот период приказано прекратить засыпку реактора. Опасаются, что будет новый выброс? Вот-вот. Но я с тобой не об этом хотел поговорить. Слушаю, товарищ полковник. Сейчас сюда приедет один малый ученый, который хочет с нашей помощью заглянуть прямо в реактор. Что-то им нужно там замерить. Какие у тебя есть предложения? Да что тут предложишь? Надо рискнуть. Я знал, что возникнет такая необходимость. Но кроме как сверху туда не пробраться никак. Вот-вот. Поиск очень высок. Чертова знает, как поведет себя машина вблизи такого мощного излучения. Нужен опытный пилот. Я в полку, человек новый. Людей плохо знаю. Я полечу сам. Как же это? Как же это так? Не по-людски? Папа, ну что вы выдумали-то такое? Бросать все и заходить в автобус. Все. А? Старший лейтенант, сержант Стригумов. А здравствуйте. Дочка, скажи хоть ты ему. А что у вас случилось? Расскажу, не поверите. Вот, с собой везти хочет. Ну и что, подумаешь? Так вы посмотрите, что везти. Да. Кто это? Это хозяин мой. Арон Григорьевич, похоронить его надо. Похоронят, бабушка, похоронят. Только без вас. Я уже и по рации передал, и мимо поста будем проезжать. Я повторю. Честный Комсомольский. А вы почему не в автобусе? Я? Я тут с отцом. Он у меня военный, из вертолетной части. Это очень хорошо. Значит, вы не едете. Поохраните, пожалуйста. Бабушке спокойнее будет. Дочь. Спасибо. Хорошо. Заходите. Дочь. Вы поезжайте, я обязательно посторожу. Спасибо вам, девушка. Спасибо огромное. Я Аля. Алифтина, забыли? Спасибо, Алиф. Спасибо. Да пойми ты, дуря твоя башка. У меня есть приказ отправить тебя в Киев. А вдруг, не дай бог, что-нибудь случится? Борис, ты чего? Мы же боевые офицеры. Мы с тобой не на войне. По-моему, война там, где есть опасность. Ты думаешь, мне будет проще послать вместо себя Сашку Шинкаря, который полетел в самое пекло, когда меня сбили? Или Славку Марусева, который потерял за месяц два своих экипажа? Никого посылать не надо. Полетят только добровольцы. Разрешите готовить машину к полету? Ты бы хоть с Кузичевым своим сначала поговорил. Слушаюсь, товарищ полковник. А, Кузя, это ты? Надо же, узнал. Толик, как бы тебе объяснить, тут сложилась такая ситуация... Вот что, командир, если ты сейчас скажешь глупость, мы с тобой раздружимся насмерть. И в песню я в свою тебя вряд ли не встал. Подслушивал? Паразит. Зачем? Догадался? Ну, раз догадался. Сейчас придут ребята из химозащиты. Будем готовить нашу стрекозу. Угу. Угу. Дур categorисты. Не-не-не, это еженот. Это что ещё за Альберт Эйнштейн? Пойдём, посмотрим. Здравия желаю, товарищ полковник. Вот, прошу познакомиться. Товарищ Эйнштейн из Российской Академии Наук. Учёный-физик. Я же говорил. Эдуард Маркович. Майор Широков. Капитан Кузичев. Здравствуйте. Эдуард Маркович, доложите офицерам задачу. Только, пожалуйста, самую суть. Видите ли, товарищи лётчики, дело заключается в следующем. Да-да, товарищ учёный. Возникла ситуация, когда для принятия дальнейших решений по ликвидации последствий общеизвестных событий было бы очень желательно, я бы сказал, крайне необходимо провести замеры некоторых физических параметров непосредственно вблизи пострадавшего реактора. То есть на сам реактор садиться не будем? Нет, нет, хотя, нет, нет, в этом нет абсолютно никакой необходимости. Нам надлежит всего лишь... Вы меня просите, я человек не военный, не знаю лётной терминологии. Борис Андреевич, как это у вас называется? Зависнуть. Вот, вот именно, зависнуть. Нам надлежит всего лишь зависнуть на предельно малой высоте. Только и всего... Отставить, капитан. Виноват. Вопросы по существу есть? Решите выполнять? Выполняйте. Есть. Все, капитан, шутки закончились. Задание слышал? Это точно, товарищ майор. Я кубок, ветер 210. Три-четыре метра в секунду. Как думаешь, твои тоже уедут? Нет. Будут ждать меня. Ухожу на правый разворот. Слышишь? Да. Как тебя? Эдуард Маркович. Вот я и говорю, Эдуард Маркович. Если над реактором вертолёт сильно вниз потянет, знаешь, что нужно делать? Признаться, нет, не знаю. Нужно быстро, быстро, вот так руками замахать, как крылышками. Понял? Понял, товарищ лётчик. Двадцать четыре, две сотни, пятый. Я кубок. Выносите обзоруку. Кубок. Я двадцать четыре, две сотни, пятый. Выхожу на боевой. Уточните ветер. Я кубок. Выход на боевой разрешаю. Ветер 285, 6 метра в секунду. Порывы 7-8. Удачи вам, ребята. Ну, Кузя, бог в помощи. Да, вам все. Двадцать четыре, две сотни, пятый. Мы над точкой. Я двадцать четыре, две сотни, пятый. Зависаем. Высота сто двадцать. Болтанка над объектом. Приступаем к работе. Давай. Давай. Двадцать четыре, две сотни, пятый. Двадцать четыре, две сотни, пятый. Не пятый. Работаем. Ватонта сто. Очень высокая температура. Падает стяга двигателей. Увляют оборота места. Ниже! Еще ниже! Ниже. А теперь ясно и точнее. Обороты плавают. Осторожно, филосируй! Влево не смещайся, там труба! Влево не смещайся. Огонь. Влево не смещайся! Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, девочка, ты что, заблудилась? Тут нельзя сидеть. Милиция, знаешь, какое злость сейчас? Заберет тебя еще? Так нет никого, я жду, жду. Помоги мне, пожалуйста. Чего? Я не знаю, что мне с ним делать. Это что такое? Это кто? Кто такой? Дедушка. Твой дедушка? Нет, мне его на время дали посторожить. А-а-а. И что будешь делать? Я не знаю. Вот у меня дома сестра такой же, как ты. Такой же глупый. Пойдем. Дедушка будем этого хоронить. А эти старика как звали? Арон. Григорьич, кажется, тебе зачем? Ну, покойник никак нельзя безумие. А ты молитву знаешь? Молитву? Нет, не знаю. Плохо. Ана. 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 Это здесь ты ничего не перепутал? Так точно, этот дом. Хорошо, побудь пока тут. Есть кто-нибудь? Да нет здесь никого. Надо дом все-таки отсмотреть. Мало ли что. Да нет здесь никого. Я точно знаю. Это ж мой участок. Уехали все. Нет никого. Ты вот что, солдат, отправляйся в расположение. Тут недалеко. Нет. В штаб. Аля. 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 Паша, я знала, что ты придешь. Твой папа погиб. Я знал, что ты придешь? Ты куда? Аль, мне надо идти. Я тебя никуда не отпущу. Аль, отпусти. Аль, ну меня будут искать. Отпусти. Я приду. Я обязательно приду. Отпусти. Ты же не оставишь меня одну, Паш. Ты же этого не сделаешь. Я прошу тебя, я тебя умоляю. Хочешь? Хочешь, я на колени встану. Аля, ну что? Ну ты что? Хватит, Аль. Ну нельзя так. Ты же не уйдешь? Да? Ты же этого не сделаешь. Аль, Аль, я тебя люблю. У меня же нет никого, кроме тебя! У меня никого нет! Аля, очнись! Аль, очнись! Аль, очнись! А ну знаешь что? Мы вот что сейчас с тобой сделаем. Мы сейчас с тобой разденемся и ляжем под одеяло, как муж и жена. А? Паш! Аль. Ладно, если нужно, то ты иди, Паш. Аль, я правда скоро приду. Да, я знаю. Потому что если ты не придешь, я умру. Аль! Да. Послушай, пожалуйста. Я слышал, что полковник сказал, что люди никогда уже не вернутся в этот город. Одна я не уеду! Аля! Замолчи! У нас все теперь с тобой, вообще все! Понимаешь? Я боюсь за тебя! Я за тебя боюсь. А теперь ты... Ты иди, Паша. Иди, а то скоро утро. Ты иди и... И думай обо мне. У меня тоже никого нет, кроме тебя. Следующий, подгоняй! Чисто. 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 Давай. Следующий. Сдавай. Чисто. Чисто. Следующий. Следующий, подгоняй. Ага, чисто. Грязно. Отец, у тебя ботинок новый есть, а? Нету. Нету. Саня! Принячи сапог правый, из ненужных. Ага, давай. Давай. Бать, смотри, сейчас ты свой ботинок выбросишь в общую кучу, понял? И штаны хорошо по ветру утряхни. Давай, 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 отец. Следующий. Грязно. Опять грязно, мать-то. Что это такое? Скажите, вы из Припяти? О, схватился. Тех еще вчера вывезли. Всех. А кто его знает? Может, кто-то и остался. Ой, это же наш доктор. Здравствуйте. А мы уже о вас плохое подумали. Мы думали, что вы как Сергей Алексеевич. Сергей, что с ним? А вы разве не знаете? Его милиция дома нашла. Еле живой был. Да вон он, в скорой помощи. Серега. Серега. Мне сказали, вы врач? Что? Вы врач? Да, я педиатр. Очень хорошо, пройдемте. Мы только что с автобуса мужчину с дочкой сняли. Мне кажется, у ребенка там что-то очень серьезное. Я, к сожалению, всего лишь фельдшер. Нина. Нина, с девочкой что? Я понять толком не могу. Папа говорит, у нее болел живот, ее рвало. Он думал, пищевое отравление. А потом к дороге совсем плохо стало. Ладно, ладно. Ладно. Встать! Смирно! Товарищ майор! Вольно! Нам сейчас не до парадов. Вольно! Ну что, братцы, кролики. Кормят вас хорошо. Как твоя фамилия, сынок? Рискулев. Ты по-русски понимаешь? Кормят хорошо, товарищ майор. Дополнительные паки дают. Ну вот, видите? Заботится о вас родина. Надеется на вас. И вот что я думаю, хлопцы. Нам тоже ей помочь надо. Надо, Рискулов. Надо? Надо. Вот, видите? Даже Рискулов понимает, что надо. А то у нас вот какая хреновина получается. Не справляется на крыше хваленая японская техника. Не могут капиталисты сделать так, чтобы она у нас работала. Но советский солдат, он же все выдержит. Я правильно говорю? Так точно! Молодец. Как твоя фамилия, сынок? Рядовой Джемилев. Вот. С такими-то орлами. Значит, короче. Надо с крыши пострадавшего реактора убрать мусор. Дело плевое. Выходите, работаете с минуту лопатой. А дальше, как говорят, у вас на родине кирдык. Кто три раза выйдет, отпущу домой. Якши. Ну что, хотите домой? Ну вот, то-то. Будете кумы спить. Кишми свой трескать. Невесты у вас заждались. У всех невесты-то есть. Есть, товарищ майор. Вот, молодцы. Прямо сегодня тогда и пойдете. Кто хочет первым выполнить свой долг перед родиной? Разрешите мне. И мой. И я. Молодцы, сержант. Я. Ведите людей переодеваться. Есть. За мной. Вот, лейтенант, учись. Как с подчиненными надо разговаривать. Боюсь, товарищ майор, что не все солдаты хорошо понимают опасность. Поставленные задачи. А это не всегда надо, лейтенант. Вас никто не заставляет туда лезть. Если прикажете... Э, нет. Туда пойдут только добровольцы. А это что это такое? Это зачем здесь? Радиация, товарищ майор. Мамки-то у нас нет. Мы вдвоем с ней вместе. Доктор, что у вас с ней? Перитонит. Кто? Из врачей ребенка осматривал. Ее еще там нужно было оперировать. Я вчера утром ее в больницу привез. Свободных врачей не было. Там такое творилось, мне сказали. Я подумал, так пройдет. Когда мужа-то у вас нету, зато... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дай. Что там? Шайтанда. Ничего там нет. Дай. Смотри на меня и делай то же самое. Понял? Понял. Держи. Все. Будешь в этой тройке старшим? Есть. Слушайте внимательно, ребятки. В пяти метрах от выхода находится пожарная лестница. По ней вы поднимаетесь наверх еще на один уровень. Откуда? По коллектору через пролом в стене попадаете на крышу, где и получаете дозу щедрого чернобыльского солнца. На все про все у вас одна минута. Все необходимое, ну как то, шезлонги, крем для загара и шансовый инструмент найдете на месте. Вашей задачей является сбросить с крыши вниз как можно больше графитовых обломков, твердого топлива и так называемых твелов, которые удивительным образом похожи на огрызки карандашей. Брать их в руки, надкусывать, а тем более припрятывать для того, чтобы презентовать девушке, категорически не рекомендую. так же нет смысла смотреть на часы. Для тех, кто успеет задремать, через минуту раздастся приятный звон сирены, развещающий о том, что процедура окончилась. Ну что, герои, все понятно? Да. С Богом. бегом, 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 бегом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Поехали. Просто у тебя еще нет опыта. Ничего себе! Может, не надо? У меня всегда от него голова болит. Всегда? А ты у меня случайный не алкоголик? Нет. Мы пробовали пару раз с ребятами в детдоме. Ну ладно, ты смотри. Нам с тобой еще о ребенке думать надо. О каком ребенке? О каком? О нашем. Или ты считаешь, что это все просто так, несерьезно? Нет, все правильно. Ну вот и хорошо. Аня. Выпей, выпей. Аня. За моего папу. Кхе-кхе-кхе. Аня. Ох. Аня. Не-не-не-не. Сейчас пройдет. Давай, давай бутерброд. Давай. Сырый будешь? На. Давай, давай. Надо сил набираться, а то нам еще с тобой из города надо уйти. Что? Когда? Ну, как когда? Когда стемнеет? Ну, днем мемпостов нельзя пройти, мы здесь до темноты посидим и пойдем. Ты ешь, Паша, сам? А то ты худой совсем, аж смотреть страшно. Мне перед знакомыми стыдно будет. Ты тоже ешь. Ну, чего? Там в холодильнике шампанское есть. Давай почути, а? Давай. Нам теперь уж все равно. Открывай. Только фужеров нет. А я пойду посмотрю. Аля, 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 стой, стой. Не ходи. Подожди. Ну, мы тут и так уже нахозяйничали. Ладно. Это что, это дом? Давай. Так, дай чашки сгодятся. Ух ты. За тебя. За нас, Паша. Ура! 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 А то... А я хочу идти. Нет, нельзя. Друзья, а то сейчас обязательно сюда кто-нибудь придет. Все, давай, слезай. Слышь, а что это вы вытурец, а? А? Вы чего, сбежали, что ли, а? Откуда? Со свадьбы. Здрасьте, а мы не были ни на какой свадьбе. Так войдем, давай. Тихо, тихо, дядя, тихо. Гости твои где, а? Что, сидят еще? Здрасьте, а вы не. Что? Они разборелись. Третьи сутки пылают в станице, я же чувствую, что печень пора ампутировать. Я на лайбу и на рыбу. И что, завтра вторник, завтра смена, все. Завтра среда, тридцатые. Да ладно, че это? Правда, что ли? Ну, среда. Как стыдно, опять объяснительно написать. Это нехантиалкогольная компания быть, она не ладно. Пойдем, пойдем. Слышишь, а? Это... А где все? Кто? Ну, все. Нина Петровна, например. Так все же эвакуировались. Все что, война что ли? Сыпцы в кару уехали. Еще вчера. А Нина Петровна... Нина Петровна тоже уехала. Это... Из-за меня. Дядь! Дядь, ты совсем ничего не знаешь, да? Ну... Ну, авария на станции, взрыв был. Весь город выехал. Эвакуировали всех. Понял, нет? Ну... А вы, дядечка, как с луны свалились. Я не с луны, я с бодуна. Поехали! Стой! Красиво? Пошли. Еще! Еще! Правее! Стоп! Стоп! Все наше. Паша! Давай! Мороженое! Аль! Аль, ты где? Аля! Аль! Паша, здесь пусто. Вылазь-то. Паша! Давай, давай. А когда мы с тобой поженимся, мы каждый день будем есть мороженое. Не люблю мороженое. А я обожаю. Как хочется привести себя в порядок. Целую вечность не мыла голову. Давай, давай, давай. Паша! Давай. 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 Ах, давай, давай. Давай. Ну что, здесь что ли? Здесь? Вот даже на этом месте прямо. Точно? Да точнее не бывает. Это... это Припять? Вот черт. Да он хоть немного соображает. Орел, ты сколько вчера выпил, а? Разит, как из бочки. А я не считал, я пил. А ты эту штучку надень, тебе легче будет. Так, ладно. Слушай, значит, по твоим сведениям их двое было, да? Ну сто раз тебе говорили, я говорю двое. Двое девочка, я говорю. Ну что, Милков, дальше куда? Давай, Милков, слышишь, поехали к ней, Нине Петровне, Мукачеву. У меня там есть еще чуть-чуть добавлены. Тимон, ты смотри, чтоб он не высовывался. Заводи, на базу едет. Заводи, на базу едет. А деколоном пахнет. Конечно, это же вход в парикмахерскую. Паша. Аля. Ну а как мы ее откроем? Ключом. Че? Подожди еще рано. Подожди еще рано. Вот. Не смотри. Раз, два, три. Кто хочет, тот смотри. Нравится? Нравится. Я даже не думал, что ты можешь быть такой красивой. Хочешь, я теперь всегда буду делать эту прическу для тебя каждый день. Хочешь? Что? Паша, Паша. Что? Что? Тихо. Убились. Хорошо, что мы свет не включили. Паша. Паша, что это было? Это зимитристы. Все, надо уходить из города. Хорошо. Сейчас? Да, да, темнеет уже. Пошли. В Москве. Ответ – все. же финансовая корпоративная операция классная форма. Рう does этом. Сильно отдохнём чуть-чуть. Давай. Голова крышки вырастет. Может, это отводки у тебя? А? Отводки, может быть? А, да-да, наверное, отводки. Ой, что-то шумит в ушах. Это машина. Это машина? Водку! Быстрее! Ты как? Нормально. Может быть? Подожди. Что? Посидим здесь ещё. Да. Ты будешь моим мужем? Да. Ты будешь моим мужем? Буду. Паша, что с тобой случилось? Ты меня разлюбил? Нет, Аль, я тебя люблю. Ну, я же вижу. Что? Просто ты... Просто что? Я тебе должен кое-что сказать. Скажи. Там, на крыше, на станции. Я очень сильно облучился. Ты себя плохо чувствуешь? Да нет, нормально вроде. Ну, что тогда? Просто ребята говорили, что... Что говорили твои ребята? Они говорили, что... Если человек облучился, то... он уже не... он уже не может быть мужем. Ну, понимаешь? Это ты все придумал. Я тебе не верю. Нет, я не придумал. Тогда докажи. Как? Очень просто. Мы же с тобой один раз уже целовались около колючей проволоки, так? Правильно? Ну. Пойдем. поцелуй меня. Хорошо, теперь в губы. Ну, что чувствуешь? Ладно, давай здесь. Слышишь? Ничего не слышу. Садись ближе. Что? Обними меня. Крепче. Аня, делай что-нибудь. Что? Я откуда знаю, что? Аня, чего ты сердишься? Аня. Я не сержусь, Паша. Ты у меня самый лучший. А может нам лечь? Здесь мокрая? Да. Мокрая. Паша, а хочешь я тебе что-то покажу? Покажи. Вот. Никто кроме тебя не верит. Видел? Здорово. Еще раз покажи. Аня. Я тебя люблю. Аня. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну вот, теперь вы успокоитесь. Спасибо. Закрывайте глаза и подумайте о чем-нибудь приятном. Если бы я могла, мои родные ничего обо мне не знают. Моя сестра осталась в Припяти. Где она? Что с ней? Господи, Альга, она же совсем еще ребенок. Вот об этом вы и поговорите с Софьей Михайловной, нашей зав. отделением. На первый взгляд, она строгая, но очень душевная женщина. Все, спите. Я выключаю свет. Продолжение следует. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А в телефонной будке ты мне все-таки соврал. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА